Мы образование стали понимать достаточно широко. Для нас образование это то место, где у людей меняется образ жизни. Больше стало времени занятого, появилось желание узнать что-то новое. У нас появился какой-то интерес. Английский язык послужил хорошим таким мотиватором для нашего дальнейшего развития. Не могла войти ни в почту, ни в контакт. Ну не хватало знаний. У меня есть знакомые в других странах, я по скайпу с ними общаюсь, потому что тоже очень приятно. Появилось очень, во-первых, много искренних друзей. Мы все помогаем друг другу. То, что тебе дает творчество, озарение и крылья, это здорово. Чем больше у нас становится различного рода сервисов электронных, чем меньше у нас очередей, тем меньше возможностей людям встретиться друг с другом и поговорить. Это впрямую касается пенсионеров. Наш проект по обучению граждан пенсионного возраста появился не случайно в университете. Еще в 2015 году университет на конкурсной основе выиграл контракт Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы по обучению пенсионеров компьютерной грамотности. Когда 1 ноября выяснилось, что у нас 2600 студентов, у всех волосы полезли дыбом, откуда столько набежало. А в Москве 3 миллиона пенсионеров. А по стране это почти 40% взрослого населения. Примерно 10% этой огромной армии нуждается в образовании, видит в этом свою духовную и интеллектуальную потребность. Где-то на заре нашей перестройки у нас появилась возможность ездить за границу. Моя первая поездка была в Турцию. После, конечно, я уже поездила по Европе. И мне очень хотелось общаться на языке с жителями данной страны. И я поняла, что здесь мне очень нужен английский язык, потому что английский, он служит средством общения. Теперь я уверенно собираюсь ехать в феврале кататься на лыжах, где буду общаться со всеми, значит, своими друзьями иностранными более свободно на английском языке. Я вижу свою задачу не только в том, чтобы научить их английскому языку свободной коммуникации на языке. Но прежде всего для меня важно, чтобы они активировали память свою, внимание, свои внутренние ресурсы. Это совершенно другие студенты. Я бы сказал, они гораздо лучше, чем обыкновенные студенты. Они гораздо содержательнее. Они учатся с пониманием, чему они учатся, зачем им это надо. Осознанно это делают. Они очень требовательны. Это необычайный опыт, который на самом деле позволяет не только передать свои знания, но и что-то получить взамен. Человечество теряет невероятный индуктуальный капитал, отпуская стариков из этой жизни молча. Они бы и хотели сказать, но человечество не спрашивает у них этого. В нашем курсе одна из лекций – это экскурсия по городу. Так вот с ними экскурсия по городу – это у тебя, если группа 30 человек, у тебя 30 экскурсоводов. Могу ответственно сказать, что это самая мотивированная, самая ответственная, самая теплая аудитория, с которой когда-либо встречалась. Я иду на каждый урок с большой радостью и скучаю по ним всю неделю. Особенность нашего университета МГПУ заключается в том, что у нас есть этот азарт реализации. И на этом азарте у нас многое строится, не только это. Уникальный проект, очень интересный проект, очень много интересных предложений. Любой человек, любой выберет интересное для себя задание, что ему больше там подходит. Кому вязание, кому английский, кому философия, кому литература. Программы были предложены нашими специалистами университета, и они были направлены на творческое долголетие граждан старшего возраста. Я давно мечтала заниматься куклами, и тут просто мне повезло, потому что открылась такая программа. Вот это моя первая самая работа. Вот это вот другая, это игрушки на елку. Нравится этим заниматься, я как бы переживаю второй раз свое детство, в котором столько много игрушек не было. Кто-то, не только имея свой богатый профессиональный жизненный опыт, хочет продолжать свою профессиональную деятельность, но некоторые просто хотят удовлетворять те образовательные запросы, которые когда-то они не смогли удовлетворить, потому что заняты были на работе, маленькими детьми или еще какими-то другими задачами. А сейчас появилось время, возможность научиться тому, чему хотелось когда-то научиться, но не получилось. Серебряный университет, потому что в нем заложено много смыслов, и самый важный для меня смысл вовсе не седина, а достоинство этих людей. Да, мы уже не золотое поколение, но мы еще серебряные. Для нас это, конечно, проект, который не закончится в университете, который распространяется в школы, распространяется в другие университеты. Будет действительно такая сеть Серебряный университет по Российской Федерации. Когда проходила международный форум-выставка 50+, около нашей стойки Серебряный университет было очень много интересующихся представителей регионов. Они интересовались, как организовать этот проект, каковы организационные механизмы реализации и запуска этого проекта. Мы готовы этим делиться, мы готовы делиться как и программами, так и, наверное, преподавательским составом, и мы будем рады различным видам сотрудничества. Продолжение следует...